Скотт Йенн об альбоме Persistence of Time Много воды утекло с середины 1987 года до начала 90-го И мне хотелось отразить эти перемены в нашей музыке и текстах Мой развод стал приобретать все более уродливую форму Я смотрел на свою жизнь новым взглядом и начал задумываться о будущем У большинства моих друзей были дети, а я по-прежнему колесил по миру с рок-группой И был далек от того, чтобы остепениться, что и представить сложно И хотя я был со своей девушкой Дебби и был уверен, моя душа словно опустела Я вовсе не считал, что делаю что-то значимое изо дня в день Повторял одно и то же, как в той рекламе Нанесите шампунь на голову, сполосните голову, повторите Я знаю, что многие чуваки мечтают попасть в успешную рок-группу И за это готовы даже продать свою душу Временами мне казалось, что я уже это сделал Возможно, подписание контракта на запись пластинки Или контракт с менеджером, это уже почти то же, что и сделка с дьяволом Объехав весь мир и испытав на собственной шкуре все тупые мифы рок-н-ролла Я начал задумываться о том, есть ли еще что-то в этой жизни Я с успехом записывал музыку, выступал с концертами и вел себя как малолетний преступник Но все больше пытался всматриваться в будущее Пытаясь понять, что со мной будет через 10, 20, 30 лет И я переосмыслил все это, пока писал тексты для альбома Persistence of Time Привет всем, вы на музыкальном канале World of MP И сегодня у нас будет обзор на альбом Persistence of Time группы Anthrax И перед тем, как мы начнем, я хочу выразить огромный сэнк с нашим подписчикам Благодаря которым и выходит сегодняшний обзор А именно Александру Новицкому, Игорю Кузьменко, Папе Кайли, Наде Укири И всем остальным, кто поддержал сегодняшний обзор Ну а также обязательно не забудьте поставить большой палец этому видео Подписаться на наш канал и, конечно же, по возможности стать спонсором канала Ссылки на Boosty Patreon, где выходят эксклюзивные видео, находятся в описании Подпишитесь и поддержите меня в это сложное время Композициями данного альбома я познакомился благодаря DVD-шке No Hit Wonders Где было три клипа на In My World, Belly of the Beast и Got The Time Кавер Got The Time мне сразу же понравился, потому что песенка веселая И особенно задорная благодаря бас-соло А вот In My World и Belly of the Beast показались мне какими-то скучными и грузными А потом, когда мне попался целый альбом в руки, я его также не заценил Но понравилась еще одна песня Blood Поэтому альбом Persistence of Time пришлось отложить на лучшее время Потому что он никак не мог конкурировать с моим любимым Among the Living или Spreading the Disease А потом, спустя годы, когда я повзрослел и почувствовал мрачную тяготу жизни Все же смог его полноценно раскусить Альбом Persistence of Time получился атмосферным, эмоциональным и, конечно же, отчаянным И сейчас про эту всю отчаянность нам расскажет Скотт Йен В начале 90-го антрак всерьез приступили к работе над альбомом Тогда-то и начал проявляться раскол И тот небольшой неприятный запах, который я стал замечать в наших отношениях Начал перерастать в вонь, как от мусорной свалки Работать над пластинкой было не совсем весело Горячие настроения на сессиях записи послужили своего рода признаменованием Пожары в репетиционной точке в Йонкерсе Мы арендовали комнатку на втором этаже печатной мастерской К тому времени мы снимали ее уже несколько лет И по сути это было местечко для джемов, которым мы постоянно пользовались Я остановился в квартирке Горацио стрит в Аствилич А рано утром мне будет звонок Чарли Ты должен сегодня приехать в студию Я планировал заскочить туда и поработать над некоторыми темами Поэтому спросил, зачем, а он мне отвечает Прошлой ночью в здании был пожар, все сгорело Когда приехали пожарные, нас не пустили внутрь А мы все спрашивали их, уцелело ли что-нибудь А они лишь говорили, чтобы мы держались подальше И что на следующий день они передадут нам все, что осталось После ухода пожарных мы подумали об одном и то же Ну и вон нафиг все Все участники группы и кое-якие наши друзья залезли на крышу Пролезли через окно и начали спасать все, что можно Когда я вспоминаю об этом, наверное глупо было заходить в здание Которое несколько минут назад было объято огнем Мы думали только о своих усилителях Маршал и гитарах Джексон Мы буквально составили человеческую цепочку Чтобы люди внутри передавали вещи из окна Парням на крыше, а с крыши на землю Мы выняли все, что не испортилось Даже те вещи, которые обгорели, но вполне могли бы быть восстановлены В целом это была наша половина оборудования Вот так вот запросто мы просрали 15 колонок, кучу гитар И 4 портативных магнитофона для записи А еще я потерял 2 усилителя Маршал из юбилейной серии Который я получил в 87 году К счастью мы были застрахованы И нам компенсировали расходы за большую часть утраченного имущества Так что полной катастрофы это не назовешь И мы могли двигаться вперед, не теряя минуты Мы знали, что не хотим, чтобы Persistence of Time звучал как трэш-альбом И хотя прошло менее 3 лет с выхода альбома Among the Living Мы чувствовали, что очень отдалились от той сцены Мы выросли в что-то большее и лучше, чем просто трэш-группа И не хотели, чтобы на нас навешивали ярлыки Мы хотели, чтобы нас воспринимали всерьез Как Judas Priest или Iron Maiden Это был естественный процесс изменения Развития и исследования других перспектив Тяжелой музыки Да, конечно, пожар нанес группе колоссальный ущерб Но все же Антракс не сломались и закончили альбом Помимо пожара у Антракса еще возникали драки между участниками группы Особенно между Чарли и Фрэнки А если вы помните, это дядя и племянник Вот такие вот взрывные итальяшки Для сегодняшнего обзора у нас имеется японское издание 90-го года от Island and Megaforce Данный диск я не покупал, мне его подарил Игорь Кузьменко Ну что, давайте посмотрим, что себе представляет эта япона-мать Открываем диск и вынимаем буклеты Данное издание имеет два буклета Один основной, а второй с лирикой на хитайском языке Буклет приятный на ощупь Открываем И здесь встречает лирика альбома На обратной стороне информация по производству диска Участники группы И это еще не все Плакат Как вам? Основной буклет получился реально кайфовым Ну что, давайте перейдем к второму буклету Полиграфия на втором буклете не такая качественная, как на основном Открываем И здесь нас встречает трек-лист альбома на японском Ну а также разная информация Те, кто любит смотреть хентай, переводите на ходу Лирика альбома на японском Далее идет лирика на инглише Кредицы и такой вот задник квадрата Малевича Это по сути типичный японский буклет мануал Только я не знаю, зачем сюда еще раз ссунули лирику на инглише Хотя Эврика, если вы повесите плакат на стенку Тогда у вас не будет лирики, которая здесь есть И тогда вы сможете ее посмотреть здесь Вот вам и японский разумизм На данном диске сможете найти 11-трековый альбом А также бонус-трек для японского издания Под названием Protest and Suwai И такой вот задник Лично я этим изданием очень дико доволен А особенно звуком Но вы в комментариях можете написать издание данного альбома Который имеется в ваших коллекциях А сейчас Скотт Йен расскажет нам Как сочинялись песни для альбома Persistence of Time Процесс написания песен Persistence of Time Не изменился со времен Spreading the Disease Ударник Чарли написал костяк музыки А Фрэнки, Чарли и я работали над аранжировками Я написал все тексты песен Фрэнки писал и помогал с написанием мелодий А потом и с Фрэнки пару недель поработали с Джоуи над партнерами вокала Эта формула отлично сработала для наших первых альбомов И вполне проканала для State of Euphoria Но с Persistence of Time так работать было просто невозможно Наша классическая схема с Джоуи больше не действовала Даже после начала записи в Conway Studios в Лос-Анджелесе В начале 90-го этого не произошло У меня было терпение, которое у меня было на его счет Потому что в тот момент в жизни исчерпал все свои терпения И больше не мог мириться с мыслью о том, что все мои слова, мысли и чувства реализует кто-то другой Равновесие моей жизни было нарушено Все было в норме, когда я писал о рассказах и комиксах Стивена Кинга Но тексты Persistence of Time были чрезвычайно личными И когда я слышал, как Джоуи неправильно интерпретирует песни о моем лопнувшем браке Это вызывало во мне ярость Не то, что я бы мог взять на себя инициативу и спеть Я не мог, и это больше подогревало мое беспокойство Я хотел, чтобы эта пластинка получилась идеальной После провала State of Euphoria она была обязана стать идеальной Она должна была быть ровно такой, как я ее представлял себе Или бы она просто не вышла Альбом Persistence of Time вышел 21 августа в 1990 году на лейбле Island Records Альбом был записан в Нью-Йорке на студии Soundtrack вместе с продюсером Марком Дотсоном Который также еще работал с такими группами, как Judas Priest, Prong, Suissell Tendencies, Uda, Accept Ну а также он приложил руку к прошлому альбому State of Euphoria Лично, по моему мнению, звучание альбома Persistence of Time получилось просто мега убойным В саунде альбома лично я не услышал ни одной слабой стороны Это реально был новый саунд-левел для Anthrax Persistence of Time это последняя работа, которая была записана в золотом и классическом составе Далее вы знаете, что Белладона покинет группу Ну как покинет, его выгонят и об этом нам расскажет Скотт Йен, почему так случилось Мы рвали задницы, чтобы сделать эти песни такими, как надо И заставить Белладону их выучить Но когда он спел, все звучало не так Он тоже начал переживать, потому что не понимал, что я имел в виду, когда сказал Что этим песням требуется другой налет эмоций Но корень проблемы был в том, что песни были не его, они были моими Мои мысли, чувства и идеи Как бы он смог выразить мои муки? Да и наверное никто бы не смог Музыка Persistence of Time была намного глубже, плотнее и мрачнее, чем все, что мы записывали до этого Он просто сводил меня с ума У меня было ощущение, что я написал лучшие песни за свою карьеру А голос Жои просто не подходил к ним Каждый раз, когда он пел Keep in the Family, у него был счастливый голос Я сказал ему, это далеко не радостная песня Она о расизме Белли оф зе биск рассказывает о холокосте Когда он пел ее, я не чувствовал веса и страсти, которые должны были передавать эти слова Фразировка и размеры с открывающим треки Time были непростой задачкой И Белладоне приходилось делать дубль за дублем, чтобы приблизиться к тому духу, который я хотел от него добиться на этой песне Меня это особенно раздражало, потому что Time рассказывает о старении и на очень личное Мне было 26 лет, и моему браку пришел конец, мой мир изменился А для Белладоны все осталось без изменений На мой взгляд, он не вырос вместе с группой, а я все не мог это сопоставить Я больше не мог выносить, как он пел мои слова Я терпеть этого не мог, и в то же время мы зубами грызли землю Работали до седьмого пота, чтобы вытянуть из него лучшее Как вы все сами слышали, все эти напряги и недопонимания и привели к увольнению Белладоны Спустя годы Скотт Йен очень сильно пожалел об этом Художником этой отчаянной обложки с часами является Дон Браутиген, который я также еще рисовал до прошлых альбомов Ну а также этот художник был автором обложки Master of Puppets для Металлика На первый взгляд, обложка может показаться какой-то странной, но когда ты начинаешь смотреться в детали, ты начинаешь понимать ее глубину Альбом о процессе софта мне нравятся все композиции, но выделю одну любимую, это In My World Эта композиция меня покорила своей лирикой, а также видеоклипом, и очень личная для меня Вы только вслушаетесь в этот душевный припев песни, но вы в комментариях можете оставить свою любимую композицию с альбома Persistence of Time Альбом Persistence of Time получился очень зрелым, глубоким, и для меня это вершина творчества Anthrax Да, конечно, он не такой хитовый, как Among the Living, но все же здесь группа показала высший уровень Ну а также не забывайте, что это была лебединая песня золотого состава Anthrax Единственное, что немного портит общую атмосферу альбома, это веселенький кавер на God the Time Да, безусловно, это супер хит, который все любят И сам даже автор песни, Джои Джексон, должен восхищаться группой Но все равно, согласитесь, что он не особо подходит под общую атмосферу и драму альбома Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, ставьте большие пальцы Ну а также не забываем подписываться на канал, нажимать эти гребаные колокольчики, чтобы не пропускать новые видео Ну а также все самые полезные ссылочки в описании Подписывайтесь, мы вас там ждем, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok